И в завершении выпуска книжно-иллюстративная выставка, посвященная Крещению Господня, открылась в Есенинской библиотеке. В рамках нее проводятся тематические игры, познавательные занятия и показ советских мультфильмов. Как проходило открытие, знает наш корреспондент Анна Троян. До этого дня любознательная Вика даже не догадывалась о существовании праздника Крещения Господня. Однако для этого и есть в Люберцах Есенинская библиотека. Здесь ребятам рассказали, откуда взялось это понятие, кто к нему причастен и почему вообще необходимо знать о православных традициях. Вся наша культура, она вышла из христианства. Все, что мы имеем сейчас, называется культурой светской. Она имеет истоки в христианстве, в православии. На выставке мы представляем прежде всего литературу тематическую, журналы, в которых статьи посвящены Крещению или Рождеству, и книги детской энциклопедии. Крещение Господне – один из основных 12 православных праздников. Из занятий с библиотекарями и литературы ребята узнали о его глубинных смыслах и, конечно же, о главной традиции – купаниях в проруби. Кстати, она называлась Иордань. И сейчас называется Иордань, врубается в форме креста. То есть связь с тем Иорданом, в котором крестился Господь. Крещение связано с погружением в воду. Наверное, традиции, они интересны детям прежде всего потому, что это как-то не похоже на современный мир, правда? Почему же на Руси было принято каледовать и как именно проходит этот ритуал? На занятии гости выставки узнали и о традициях святок. Кроме того, в рамках выставки родители и малыши могли взять домой тематическую литературу. А в подарок для них состоялся показ советского мультфильма «Снежная королева». Подобные познавательные занятия для всей семьи проходят в Есенинке постоянно. Создатели не пропускают ни одного православного или всенародного праздника. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok